Это здание перестраивается в стилистике модного в те времена Боровка. Обновленный замок уже теперь не походит на средневековые рыцарские постройки дома крепостей. Теперь, скорее всего, речь идет о богато украшенном городском дворце, а за образец и основу его взят обоснословная резиденция ВУИ-14 в Версале. Что, в общем-то, и неудивительно. Версальскому дворцу подражали буквально все монархи Европы того времени. Удивительно другое. Впоследствии именно Берлинский замок станет основой для двух проектов нашего великого архитектора Порталомео Растрелли. Зимнего дворца в Петербурге и Екатерининского в Царском селе. Один из самых загадочных и уникальных арт-объектов в мире находится в Екатерининском дворце Царского села, ныне города Пушкин. Речь, разумеется, идет о легендарной янтарной комнате, которую многие, и без достаточного основания, называют среди чудес света нового времени. Самый конец 17 века. Если говорить точнее, 1699 год. Стремительно набирающая мощь машина прусской монархии заботится о достойном и пышном оформлении своей столицы, города Берлина. На небольшом острове, посреди Шпрейля, пересекаемом легендарной Унтерберлинден, знаменитой Липовой аллеей, полным ходом идет тотальная перестройка старого берлинского замка в стилистике модного в те времена баронка. Так вот, перворный архитектор прусского короля Фридриха Вильгельма Гогенцоллерна, автор проекта Берлинского замка, точнее перестройки Берлинского замка, Агер Андреас Шлютер, обнаруживает среди коллекций короля обширное собрание янтарных самородков, а также несколько венецианских зеркал в янтарных храмах, и решает впервые в истории использовать янтар в качестве отделочного материала, инкрустировав им стены парадного кабинета монарха, превратив помещение в подобие внутренности драгоценной шкатулки. С этой целью Герш Лютер выписывает придворного янтариста короля датского Вольфрамба. И тут как раз начинаются таинства, начинаются происшествия, несчастные и трагические, которые будут сопровождать все, что связано с янтарной комнатой, вплоть до дней сегодняшних. Едва приступили к созданию янтарных панелей и их монтажу на стенах берлинского замка, как Шлютер внезапно попал в опалу, был уволен без выходного пособия, и на его место взят швед фон Гетте, который не был родственником и даже однофамильцем, если что великому немецкому поэту. Так вот, этому Гетту янтарь почему-то не нравился, и он всячески саботировал работы с этим великолепным камнем. Всего этого Вольфрамба тоже отстраняют от дел. Тем временем монарх перестает думать о берлинской резиденции и почему-то переключается на обустройство загородной, Шарлоттенбург. И там Фрилю Хувельдельму вновь приходит идея о создании янтарного кабинета. Работы по его созданию возобновляются, но тут монарх скоропостижно умирает и становится таким образом первый в длинной череде жертв янтарной комнаты. Преемник и сын короля, взошедший на прусский престол под именем Фридриха I, осматривает недоделанные покойного родителя в Шарлоттенбурге и в незавершенном янтарном кабинете внезапно чувствует себя дурно. Ему мерещится покойный отец, будто воззовущий замодильным голосом и манящий пальчиком из мутного зеркала в янтарной раме. Новоисвещенный монарх падает в обморок, а очнувшись, приказывает медленно разобрать янтарные панели, кладировать их в берлинский цех Гаусс с глаз долой и сердцевон. О чудесной комнате, напоминающей шкатулку, проведал Петр Пир, который, как известно повсеместно, обожал всяческие диковин. И вот никак он не мог пройти мимо янтарного кабинета. И кабинет этот не просто хотел иметь в своем распоряжении, он хотел его сделать центром, собираемый им кунсткамерой, то есть собранием искусств. И даже здание на Невских берегах нарочно для этого заложил. Придриха Прусского уговаривать долго не пришлось. Он охотно в качестве дипломатического подарка российскому собрату Питеру передал не только полный комплект панелей и зеркал янтарного кабинета, но еще и присовокупил к ним личную яхту либурника. Вот он ведь как хотел избавиться от злочастного артефакта, оставшегося в наследии от покойного родителя. Ну и все это добро, заколоченное в деревянные ящики, погруженное на 18 телег, отправилось в Санкт-Петербург через Кенигсберг, Меммель, ныне именуемый Клайпидой, Рингу, Ревель, Наргу. В общем, долго-долго в новой столице. Интарная комната очутилась примерно через год после ее отправки из Берлина. Груз был принят лично генерал-губернатором Санкт-Петербурга Александром Даниловичем Меньшиком, о чем сохранились соответствующие документы, в которых, между прочим, отмечается, что многих, чуть ли не четверть от общего числа деталей, согласно прилагаемой инструкции, не досчитались. В частности, там отсутствовало одно из четырех янтарных панно, которые, собственно, и составляли основу композиции янтарной комнаты. Разгневанный Петр завел было дело о краже пропажи, а сами янтарные панно на время убрали в местный пакгаус. Но в скорости Петр Алексеевич Романов, Петр Великий, умирает, становясь второй жертвой янтарной комнаты. Смерть его открывает эпоху дворцовых переворотов и бесконечных интриг. Петра сменяет его супруга Екатерина I, потом его племянник Петр II, потом, после долгих мытарств, русский престол оказывается в руках Анны Иоанновны, эпоха Бероновщины, эпоха бесконечных подозрений, казнь и интриг. Короче говоря, никому больше дела нет до этих самых панелей. Где они, что с ними, никто даже не интересуется. И лишь восшествие на российский престол дочери Петра Великого и Марты Скамронской, родишь, Екатерины I, Елизаветы Петровны, это случилось в 1741 году, вновь возобновляет интерес к янтарной комнате. Дело было так. Обер-архитектору Растрелли Елизавета поручает произвести ревизию в императорском архитектурном наследии, пересмотреть все, что хранится в старых дворцах, и начинают дело с летнего дворца Петра I в летнем саду. И там, в подвале, как раз обнаруживаются эти самые ящики, заполненные янтарными панелями. Растрелли извлекает их на свет Божий, представляет новой императрице и тут же получает заказ на создание в строящемся им новом зимнем дворце янтарного кабинета. Растрелли пытается сложить из этих панелей пазл, пазл не собирается, и тогда он предлагает свой собственный проект, заново воссоздает архитектонику комнаты, добавляет несколько зеркальных пилястр, добавляет расписанное под янтарь панно в замену траченного четвертого, и, наконец, вводит в инкрустацию флорентийский мрамор. Проект приносят на утверждение, и Елизавета Петровна, ознакомившись с ним, вдруг меняет решение. Отныне, янтарная комната, по ее мнению, будет украшать строящийся параллельно с зимним дворцом Екатерининский дворец в Царском селе. Надо сказать, что Царское село, точнее Царское село, было когда-то подарено Петром Великим, Екатерине Первой. И для Екатерины Первой был на берегу тамошнего пруда создан небольшой парк и, соответственно, дворец, получивший название Екатерининский. Этот дворец со временем обвешал, да и вообще уже не годился для пышной загородной резиденции императора, в данном случае императрицы. Поэтому Растрелли его перестраивает в некий микс между Версалем, Сан-Суси, Шарлоттебургом, ну и Берлинским замком. И вот в этом дворце создается анфилада парадных ком в пышном барочном стиле и одной из этих комнат, или как их называли в 18 веке, антикамер, и должна стать янтарная комната или янтарный кабинет. Под янтарные панно выделяется помещение в 100 квадратных метров, при этом общая площадь имевшихся на тот момент янтарных панелей составляет 41 квадратный метр. Остальное пространство занимают венецианские зеркала, вырезанные из дерева и позолоченные завитушечки. В то время, когда янтарная комната начинает монтироваться, вдруг неожиданно находится четвертое, казавшееся, бывшее, утраченным панно. Оказывается, оно все это время находилось в Берлине, и недавно взошедший на прусский престол Фридрих II, это будущий Фридрих Великий, в надежде на добрососедские отношения с Россией. Тут немножко спойлера. Это в конечном итоге не помогло. Буквально через 10 лет русская армия Елизаветы Петровны, примкнув в ходе семилетней войны к антипрусской коалиции, наголову разобьет войска Фридриха Великого и войдет в Берлин. Так вот, он призывает Елизавете Петровне дипломатический подарок. Янтарную раму с панно, выполненную по проекту русского же архитектора Райха. И к 1746 году вся отделка янтарного покоя оказывается законченной, и янтарная комната начинает быть местом для официальных приемов. Впрочем, тот вид янтарной комнаты, который она имела по проекту Растрелли при Елизавете Петровне, он до нас не дошел. Вскоре Елизавета Петровна там же, после очередного пира, она очень любила пиры, любила поесть, любила выпить, и весьма много. Так вот, Елизавета Петровна кончается апоплексическим ударом, буквально рядом с янтарной комнатой, где находился ее будуар. Еще одна жертва янтарной комнаты. Екатерина Вторая, опять-таки, в результате государственного переворота, воссевшая на российский престол, делает царское село своей любимой загородной резиденцией. А Екатеринский дворец вновь частично перестраивается силами в основном шотландского архитектора Чарльза Камерона, и перестройки подвергаются в том числе янтарная комната. Это происходит в 1770 году. Барочная пышность растреллиевских золотых вензелей убавляется, добавляется некоторое количество янтарных панелей, и в целом комната приобретает менее барочный, скорее такой паладианский или классицистский вид. В этом виде она благополучно просуществовала до 1941 года. Вывезенное панно вскоре монтируют в одном из помещений Кёнигсбергского замка. В замке открывается музей, и этот музей существует в течение трех лет, закрывается только в конце 44-го года, а 6-го апреля 1945 года все панно янтарной комнаты вновь демонтируют, заколачивают в ящики и вывозятся в неизвестном направлении. История поисков янтарного панно, к сожалению, так и не увенчавшаяся успехом, это отдельная голова. Суть в том, что подлинную комнату так и не нашли. к 1970-му 1970-му году было принято решение поиски приостановить и начать возрождение янтарных панелей заново по имеющимся чертежам, которые были присланы Петру Первому еще в начале 18-го века, а также по позднейшим проектам Растрелли и Камерона. Тем более, что к 1970-му году большая часть интерьеров Екатерининского дворца, безусловно, очень сильно пострадавшего в годы Второй мировой войны, она уже восстановлена, и лишь пространство, где некогда была янтарная комната, вот эти самые 100 квадратных метров, зияют страшной белизной и пустотой. Однако, проходит еще долгих 30 лет, прежде чем панели начинают реально воссоздавать. За это время две из подлинных панелей каким-то чудом обнаруживаются на территории Германии и после длительных дипломатических переговоров передаются Екатерининскому дворцу. В 2000-м году начинаются работы по восстановлению, а в 2003-м году комната наконец открывается в составе музейной экспозиции Екатерининского дворца. Ну и под занавес финала несколько скромных цифр и фактов. Общая площадь комнаты составляет 100 квадратных метров. При этом общая площадь янтарных панно на стенах по сравнению с изначальной как мы помним там было 40 квадратных метров сильно увеличилась и в настоящее время составляет 86 квадратных метров. Две из представленных панелей подлинные остальные же выполнены из кенигсбергского янтаря добытого на Куршской косе. Причем состав панно был включен самый большой из когда-либо найденных янтарной самородок, вес которого при нахождении составлял более 1 килограмма. часами все слепон